Беседа 52, стр. 339 Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Иоанна 7, 45-46 «Нет ничего яснее, ничего проще истины, если мы действуем незнонамеренно, но когда мы поступаем незнонамеренно, тогда нет ничего ее труднее. Вот поэтому-то фарисеи и книжники, люди, считавшиеся самыми мудрыми, хотя всегда находились со Христом, с тем, чтобы строить против него козни, и видели чудеса, и читали Писание, однако же не получили никакой пользы, а напротив еще и потерпели вред. А слуги, которые не могли сказать о себе ничего такого, были уловлены одной и только беседой Христа, и, отправившись связать его, возвратились сами, связанные удивлением. Но ни одному только благоразумие их надобно удивляться, что они не имели нужды в чудесах, а принялись единственным учением. Ведь не сказали они, «Никогда человек не чудодействовал таким образом». Ну что, никто из людей так не говорил. Так ни одному только этому благоразумию их надобно удивляться, но и дерзновению, что они говорили это пославшим их фарисеям, которые враждовали против него и всячески вооружались. Служители возвратились к фарисеям и сказали им, «Для чего вы не привели его?» Что они пришли, это гораздо более значило, чем если бы они остались. В последнем случае они освободились бы от гнила их, а теперь они делаются провозвестниками Христовой мудрости и выразители обнаруживают свое дерзновение. И не говорят они, не могли ему по причине народа, потому что народ внимал ему, как пророку. А что? Никогда человек не говорил так, как этот человек. Они могли высвести и то оправдание, однако же открывает свое истинное мнение. А своим мнением они показали, что не только удивляется ему, но и осуждает фарисеев за то, что они послали их связать того, кого надлежало слушать. Между тем они и слышали не продолжительную беседу, а краткую. Да, когда ум беспристрастен, тогда и нет нужды в пространных речах. Такова истина. Что же фарисеи? Тогда, как надо было прийти в умиление, они напротив того, со своей стороны, обвиняют в слуг, говоря, «Неужели и вы прорстились?» Птих 47. Еще льстят и не употребляют резких слов из опасения, чтобы они совершенно не отделились. Однако же обнаруживают гнев, хотя и говорят снисходительно. Им следовало спросить, что он говорил, и поделиться его словам. Но они этого не делают. Зная, что будут уловлены, а напротив, хотят убедить их доказательством весьма несмысленным. Почему никто, говорят, из князей, не уверовал в него? Так уже ли в этом, скажи мне, ты обвиняешь Христа, а не тех, которые не веровали? Но народ, говорят, этот невежда в законе, проклят он, стих 49, от того-то вы еще более достойны обвинения, что народ уверовал, а вы не уверовали. Народ поступал именно так, как следовало поступать знающим закон. Каким же образом проклят народ? Вы прокляты, не соблюдающие закон, а не они, повинующиеся закону. При том же не следовало из-за неверующих обвинять того, кому не веруют. Такой способ неправилен. Вот и вы не веровали Богу, как говорит Павел. Что, если некоторые были неверны, то их неверность уничтожает ли верность Божию? Никак, римлянам 3.3. Да и пророки всегда обвиняли их, говоря, слушайте, князья Содомские, Иса 1.10, и князи твои не покоряются, стих 23. Так же, не вам ли должно знать правду и суд? Михеем 3.1. И везде очень сильно порицают их. Что же, уже ли поэтому станет кто-нибудь обвинять и Бога? Да не будет. Это их вина. А чем другим можно лучше доказать ваше незнание закона, как не тем, что вы не повинуетесь ему? Но так, как они сказали, что никто из нигде не уверовал в него, а не знающие закона, то их справедливо укоряет Никодим, говоря таким образом. Судит ли закон наш человек, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? Этими словами он показывает, что они не знают закона и не исполняют закона. Если закон заповедовать, не убивать ни одного человека, наперед не выслушав его, а они устремились к этому прежде, чем выслушали, то они преступники закона. А так как они сказали, что никто из князей не уверовал в него, то евангелист замечает, что был один из них, чтобы показать, что и начальники веровали в него. Правда, они еще не обнаружили надлежащего дерзновения. Однако же были преданы Христу. Смотри, как осторожно Никодим обличает их. Он не сказал, а вы хотите его убить и без исследований осуждаете человека как обманщика. Нет, не так, сказал он. Но с большей снисходительностью, чтобы остановить их сильный порыв и безрассудное стремление к убийству. Поэтому-то он обращается к закону, говоря, судит ли закон наш человек, если прежде не выслушать его и не узнает, что он делает? Стих 51. Следователя нужно не просто только выслушать, но и внимательно. Это именно, значит, слова. Что он творит, нужно узнать. То есть чего он обвиняемый хочет, и почему, и для чего. Не для неспровержения или общественного порядка, и не как враг ли. Так как они с сомнением сказали, что никто из князей не уверовал в него, то и не отвечали ему ни сурово, ни снисходительно. В самом деле, какая, скажи мне, последовательность в том, что на его слова закон наш не судит никого, они отвечают. Не сказано ли в Писании? Испытывайте, и усмотришь, что Галилея из Галилеи не приходит пророк. Стих 52. Что же сказал этот человек? То ли, что Христос пророк? Сказал, что не должно убивать без суда. Они сукоризны возразили ему это, как человеку немало не сведущему в Писании. Это тоже, как если бы кто сказал, пойди научись. Это именно означает слова. Рассмотри и увидишь, что из Галилеи пророк не приходит. Что же Христос? Так как они неоднократно упоминали о Галилее и пророке, то он, чтобы избавить всех от такого неправильного предположения и показать, что он не из числа пророков, но владыка мира, говорит, «Я есть свет миру!» Не Галилеи только, не Палестины, не Иудеи. Ты о себе сам свидетельствуешь. Светится твое неистинно. 8.13. Какое безумие! Он постоянно отсылал их к Писаниям, а они говорят, «Ты сам о себе свидетельствуешь». Что же он свидетельствовал? «Я есть свет миру!» Великое это изречение, поистине великое. Однако же оно не очень изумило их, потому что теперь он не равнял себя с Отцом и не называл себя ни Сыном Его, ни Богом, но только Светом. Впрочем, они хотели это опровергнуть, так как это гораздо больше значило, чем слова. «Ходящий за мною не будет ходить во тьме». Свет и тьму он, разумеет, в духовном смысле, стих 12. То есть не остается в заблуждении. Здесь он и Никодима привлекает и ободряет, так как он обнаружил великое дерзновение и восхваляет слуг, которые поступили таким же образом. То, что он воззвал, показывает, что он хотел, чтобы и они услышали. Вместе с тем он показывает и то, что они, иудеи, строят колу в тайне, во мраке и заблуждении, но не преодолеют света. И Никодиму припоминает слова, которые сказал ему прежде, «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обречились в дела его». 3.20. Так как они, фарисеи, сказали, что никто из князей не уверовал в него, то он и говорит, «Делающий злое не приходит к свету», показывая этим, что они не пришли не по слабости света, но по развращению своей воли. «Отвечали и сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь». Что же он? «Если я и сам о себе свидетельствую, то истинно есть свидетельство мое. Ибо, зная, откуда пришел и куда иду, а вы же не знаете, откуда пришел». Иоанна 8.14. Что он прежде сам сказал, то теперь они противопоставляют ему, как изречение особенно важное. Что же Христос, опровергая это и показывая, что он говорил прежде, применительно к ним и к их предположению, так как они принимали его за простого человека, говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое истинно, ибо я знаю, откуда пришел». Что это значит? Значит, я от Бога и Бог, и Сын Божий. А Бог сам о себе достоверный свидетель. Вы же не знаете. Вы, говорит, по своей воле поступаете худо. И зная, притворяйтесь незнающими. Обо всем говорите по человеческому разумению, не желая помыслить ни о чем выше того, что видимо. Вы по плоти судите. Стих 15. Как жить по плоти, значит худо жить. Так и судить по плоти, значит судить несправедливо. Я же не сужу никого. А если же я и сужу, то суд мой истинен. Стих 16. Эти слова значат вы судите несправедливо. Но если мы несправедливо судим, могли сказать они, то почему ты не обличаешь нас? Почему не наказываешь? Почему не осуждаешь? Потому, отвечает он, что я не для этого пришел. Это именно и значит слова я никого не сужу. Суд, если я и сужу, суд мой истинен. Если бы я захотел судить, то вы были бы в числе осужденных. Но и это, говорю я, продолжал он, не с тем, чтобы судить. Впрочем, не потому я сказал, говорю не с тем, чтобы судить, будто бы не надеялся уличить вас, если бы стал судить. Нет. Если бы я стал судить, то справедливо осудил бы вас. Но потому, что теперь не время суда. Далее он сделал намек и на будущий суд. Если я и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и отец, пославший меня. И вместе указал, что не он один осуждает их, но и отец, затем прикрыв это, приводя воспитательство себя о себе. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. 8.17. Страница 343. Что бы сказали здесь еретики? Что он имеет большего перед людьми, если эти слова будем разуметь просто по отношению к людям, так определенно, потому что никто один и сам по себе не заслуживает доверия. Но в отношении к Богу можем ли это иметь какое значение? Почему же сказано двоих? Потому ли двоих, что они два, или что они люди? Если потому, что они два, то почему он не прибег к Иоанну и не сказал свидетельствую о себе я и свидетельствует обо мне Иоанн? Почему не к ангелу? Почему не к пророкам? Ведь он мог бы найти множество других свидетельств. Но он хочет показать не только то, что два, но и то, что он одного и того же существа. Тогда сказали ему, где твой отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. И если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Так как они, зная, говорили как незнающие и как бы искушали его, то он и не удостаивает их ответа. Поэтому-то, наконец, он говорит обо всем яснее и с большим дерзновением, имея себе свидетельство в знамениях и в учении своих последователей и зная, что уже близок крест. Знаю, говорит он, откуда пришел. Это не очень тронуло их, но следующие затем слова и куда иду. Боли устрашили их, потому что показывали, что он не пребудет в смерти. Но почему он не сказал, знаю, что я Бог, но знаю, откуда пришел. Он всегда примешивает уничиженные к высокому. И об этом последнем говорит прикровенно. Так сказав, я свидетельствую о себе и доказав это, он перешел к словам уничиженнейшим, как бы так говоря, я знаю, от кого я послан и к кому возвращаюсь. В этом случае людей ничего не могли возразить, потому что слышали, что он от него послан и к нему отходит. Я, говорит, не сказал ничего ложного. Откуда я пришел? Туда я отхожу. К истинному Богу. Но вы не знаете Бога, поэтому судите по плоти. Вы слышали столько свидетельств и доказательств. Еще говорите неистинно. Моисея вы признаете достоверным, как в том, что говорит он о других, так и в том, что говорит о себе. А Христа нет. Это значит судить по плоти. Но я не сужу никого. Между тем в другом месте он сказал, Отец не судит никого. Иоанна 5, 29. Каждый здесь говорит, если я сужу, то суд мой истинен, потому что я не один. Стих 16. Опять он говорит применительно к их мнению. То есть суд мой есть суд отца. Не иначе судил бы и отец, если бы стал судить, нежели как и я сужу. И я не иначе сужу, как судил бы и отец. Но для чего он упомянул и об отце? Для того, чтобы они не признавали сына достойным веры, если он не будет иметь свидетельство от отца. В ином смысле эти слова не имеют силы. У людей свидетельство тогда бывает истинным, когда двое свидетельствует в чужом деле. В этом состоит свидетельство двоих. Если же кто сам будет свидетельствовать о себе, то это уже не свидетельство двоих. Видишь ли, что он сказал это не для чего другого, как для того, чтобы показать свое единомсуще с отцом. Показать, что сам по себе он не имеет нужды в постороннем свидетельстве, и что он ничем не меньше Отца. В самом деле, смотри, какая самобытность. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Стих 18. Не мог бы он сказать этого, если его по существу был меньше. А чтобы ты не подумал, что это сказано ради числа, заметь власть, ничем не отличную от власти Отца. Человек свидетельствует тогда, когда сам по себе заслуживает доверия. А не тогда, когда имеет нужду в свидетельстве, и свидетельствует в чужом деле. А в своем деле, когда нуждается в свидетельстве другого, он уже не заслуживает доверия. Но здесь совсем напротив. И свидетельствуя в своем деле, и говоря, что об нем свидетельствует другой, Он называет себя достоверным, показывая в том и другом случае свою самобытность. В самом деле, для чего сказал, я не один, но я и пославший меня отец. И так же, свидетельство двух человек истинно есть, не переставая говорить, но присовокупил. Я свидетельствую о себе самом. Очевидно, для того, чтобы показать свою самобытность. И наперед он сказал о себе самом. Я свидетельствую о себе самом. Этим он показывает и равночестность свою с отцом. И вместе то, что нет никакой пользы для тех, которые говорят, что знает Бога Отца, между тем не знает Его. А это, говорит, зависит от того, что не хотят Его познать. Поэтому-то и говорит, что без Него невозможно познать Отца, чтобы, хотя таким образом, привлечь их к познанию Его. Так как они, оставляя Его в себя, старались узнать Отца, то Он говорит, не можете познать Отца без Меня. Таким образом, те, которые хулят сына, не Его только хулят, но и родившего Его. 345. Будем мы избегать этого. Будем прославлять Сына. Если бы Он был ни одного и того же естества с Отцом, то не стал бы говорить таким образом. И если бы Он только учил, а на самом деле был другого естества, то можно было бы, и не зная Его, знать Отца. И наоборот, совершенно зная Его, не знать Отца. Кто ведь знает человека, тот не знает еще Ангела. Так скажешь. Но кто знает тварь, тот знает и Бога. Нет, многие знают тварь. Или лучше сказать, все люди, потому что видят ее, и однако же не знают Бога. Итак, будем прославлять Сына Божия не только этой словесной славою, но и славою дел. Первой без последней ничего не значит. Вот ты, сказано, называешься иудеем, и хвалишься законом, что знаешь Бога. Как же уча другого, не учишь самого себя. Хвалишься имением закона, а преступлением закона бесчестишь Бога. Риминам 2.17.21.23 Смотри, как бы и нам, хвалящимся, правотой веры, не бесчестить Бога своей жизнью, не соответствующей вере, и не подать повода к хуле на Него. Господь хочет, чтобы христианин был для Вселенной учителем, закваской, светом и солью. А что значит свет? Жизнь светлая, не имеющая в себе ничего темного. Свет не себе полезен, равно как и соль, и закваска, но приносят пользу другим. Поэтому от нас требуется, чтобы мы не себе только были полезны, но и другим. Ведь соль, если не осоляет, уже не есть соль. Этим показывается также и то, что если мы будем вести жизнь добродетельную, то и другие непременно будут жить так же. Равно как и наоборот. Пока мы сами не будем добродетельными, не принесем никакой пользы другим. Да не будет у нас ничего неразумного, ничего светлого. А таковы мирские дела, таковы житейские заботы. Потому-то и девы названы юродивыми, что они заботились о пустых мирских делах, собирались здесь, а не отлагали туда, куда следовало. Но я боюсь, чтобы и нам не потерпеть того же. Боюсь, чтобы и нам не прийти одетыми в нечистые одежды туда, где все имеют одеяния светлые и блистательные. Нет, ничего грязнее, ничего сквернее греха. Потому-то и пророк, изображая природу греха, взывал «Смердят, гноятся раны мои!» Салом 37,6 И если хочешь узнать зловоние греха, то представь его себе по совершении, в то время, когда освободишься от пожелания, когда уже не будет беспокоить тебя огонь страсти, тогда ты увидишь, каков грех. Представь себе гнев, когда находишься в спокойном состоянии. Представь любостяжание, когда бываешь чужд этой страсти. Нет ничего гнуснее, ничего отвратительнее, хищения и любостяжания. Мы часто говорим об этом не потому, будто хотим тревожить вас, но для того, чтобы доставить вам великую и чудную пользу. Кто не исправился, услышав однажды, может быть, исправится, услышав в другой раз, а кто пропустил в другой раз, исправится в третий. Досподобимся же всем, и освободившись от всякого зла, иметь бабухание Христа. Ему же, Саотцом и Святым Духом, слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.